Мне хочется продолжить рассказ о духовности, ответить некоторым там оппонентам, а почему вот это вот, вот этим вот я занимаюсь всем. И поэтому начнем, начнем с самого начала. Я не хочу что-то брать на себя, а вот открыл Яндекс и читаю. Духовность человека определение. Духовность это уникальный личностный опыт, который обретается сквозь познание самого себя, выхода за пределы собственных узких интересов, зрелость ценностей личности. Она рассматривается как явление внутреннего опыта субъекта, выхода за рамки индивидуальности, нечто связанное с божественным, сверхличностным или силами космоса. Это понятие причисляет индивида к святому духу, отображает его приближенность к Богу, выход личности за рамки бытия души. А! Видите? Духовность и душа. Стоп! Теперь? А что такое душевность или душа? То есть я что еще хотел бы сказать? Вот мне понравилась духовность, это уникальный личностный опыт, который обретается сквозь познание самого себя, выхода за пределы собственных узких интересов, зрелость, ценностей личности. Все! Дальше мне это не нравится обновление. Так, теперь смотрите, было сказано, вот такая вот вещь. За грани бытия души. А что ж такое с душой тогда? Очень интересное определение, опять-таки, из Яндекса. Душевность это? Душевность это искренняя обращенность к другому человеку, неподдельная и бескорыстная заинтересованность с точкой зрения или проблемами другого человека. У душевности нет границ. Этим качеством обладают и мужчины, и женщины, и дети. Значит, что мне понравилось? Душевность это искренняя обращенность к другому человеку, неподдельная и бескорыстная заинтересованность с точкой зрения или проблемами другого человека. Я специально еще взял, скопировал, что такое духовность, что такое душевность, которое у нас, чтобы во время беседы поглядывать на них и, так сказать, держать мысль в нужном направлении. Теперь еще в связи с указанным интересует такое понятие, как логика. То есть, чтобы все это соединить, необходимо помыслить. Определение логики очень многогранно. В переводе за греческое слово, она означает мысль, разум, слово, и закономерность, закономерность, то есть, как бы сказать, работа с мыслью, со своим разумом, который приводит к тому, что вы выискиваете какую-то закономерность. В современном интерпретации данного понятия используется в трех случаях неформальная логика. Логика – это исследование аргументации. Давайте еще тогда исследование аргументации. Значит, запишем, что такое логика. Значит, под логикой подразумевается наука и образ мышления. Вот давайте лучше возьмем, возьмем вот это. Определение логики очень многогранно. В переводе с греческого означает мысль разум, закономерность. Закономерность. Сейчас только, опа, скопировали. Сюда только, бац, вставили. Я возьму только в переводе с греческого назначают мысль разум, слово, закономерность. И далее правильного рассуждения и делания выводов. Сейчас еще разок посмотрим. Вот сейчас вот с этими понятиями мы и поработаем. Значит, меня обвиняют в том, что я написал книги, которые не соответствуют действительности и вводят человека в заблуждение. Вот правильно так сказать. Так как они посвящены в основном здоровью, то начнем с самого начала. Естественно, если бы медицина прекрасно бы работала и все, знаете, так сказать, решала, такая вжиг, все болезни и все это делала, а тем более какие-то смертельные заболевания, то никто бы не занимался никакой народной медициной. Зачем она нужна, когда есть современная медицина, которая все там решает. Ну, пускай даже на деньги там стоит, можно собрать, заплатить, как ему показать, все это дело сделать, все она решает. Но получается следующее, даже мы деньги не будем брать, вопрос денежный. Что ты, естественно, обратился к медицине, она тебя полечила, многих она лечила и многие умерли. А вот есть такие люди, вот вроде меня, которые почему-то не захотели умирать в свое время, когда-то им было, еще им 30 лет не было, вот почему-то не захотели, вот такие вот, упорлись. Мы вас лечили, а вы вот не вылечились и не захотели умирать от нашего лечения, а стали что-то искать свое. Да? Теперь обращаемся к духовности. Это уникальный личностный опыт, который влетается сквозь познание самого себя. То есть личность, естественно, в этом мире, обратившись там к папе, маме, я болею, папа, мама развели руками, обратилась в официальную медицину, врачи посмотрели, ага, мы тут тоже бессильны, ну, попробовали полечить, естественно, но толку никакого. Хорошо, если, если человек, все-таки, как-то сказать, не задумывается, вот, приобретя личностный опыт, что его куда-то заводят не туда, что что-то надо другое делать. И вот, оказывается, если ты что-то другое делаешь, которое не укладывается в рамки официальной, значит, медицины, направления, государства, то ты, значит, вот какое-то чужеродное образование, что тебе лучше умереть, чем жить. Кстати, я смотрел фильм Ванга, можете его посмотреть, и там Ванга почувствовала землетрясение, и вывела детей из дома, как раз вывела землетрясение, все это там завалилось, и дома не стало. И она об этом сказала там своим соседкам, что я почувствовала. Соседки сказали священнику, который говорит, о, да это же бесовщина! Как она так? Откуда она почувствовала это землетрясение? И то, что она избавила от смерти трех детей, за которые отвечала, это не в счет. Пусть лучше бы они нафиг там погибли, и она вместе с ними, но этого не было. Как это? Вот как это вяжется? Как это вяжется в духовности, если мы берем тем более следующее качество, душевность, это искренно обращенность к другому человеку, неподдельная и бескорыстная заинтересованность точкой зрения или проблемами другого человека. Проблемы другого человека. То есть, смотрите, что получается. Если проблемы не могут решить близкие окружения, официальные органы, там, медицина, ну, может что-то другое решить, например, тот же здоровый образ жизни, которому я посвятил столько времени, изучал его, на себе применил, я сижу перед вами, разговариваю, жив-здоров, да? То, что он не нужен, удивительно, да? Вот эта стыковка какая-то. И есть люди, есть люди, которые вот говорят вот так вот, что вот, ты будешь тут отвечать за что-то, за то-то, за род это вот такой, за свои плохие деяния. Какие плохие деяния? То, что я нарабатывал свой уникальный личностный опыт, чтобы в угоду вот таким, как вы, которые твердите, и тому священнику, который сказал нафиг, от землетрясения она там почувствовала, чтобы погибнуть, вдумайтесь, что вы говорите. Далее, душевность, искренное обращение к другому человеку. То есть, вы приходите на мой канал, обращайтесь ко мне, или смотрите, я выставил эти книги совершенно бесплатно, понимаю, в каком я был состоянии в свое время, что могут оказаться и вы в таком состоянии. Пожалуйста, вы прошли, приобретали свой уникальный опыт, да, личностный. Вы обращались туда, сюда, пятое, десятое, третье, двадцатое. И если здесь вам хорошо, вам помогает, почему бы нет, не обратиться. Огромное количество знаний народной медицины было приобретено, проверено. и пожалуйста, пользуйтесь. Пришли новые, я так в кавычках говорю, люди, которым эти знания, но абсолютно там не нужны. Хотя есть те, которые и нужны. но сейчас покажут практика, что в официальной медицине никакая народная медицина им нафиг не нужна. У нее свое. Но опять-таки, если бы она помогала. Но так как она не помогает, люди вынуждены искать, понимаете, это вынужденная мера. Либо ты ищешь, действуешь, познаешь своей головой самостоятельно, да, либо же, то есть используешь, вот как раз мы пришли, определение логики, означает мысль, разум, слово, закономерное, исследование, аргументации, правильное рассуждение и делание выводов. То есть ты начинаешь думать своей головой, рассуждать, пробовать, сопоставлять, делать выводы, обретать опыт и наконец-таки находить или не находить. Всякое может быть. Но, по крайней мере, по крайней мере, ты действуешь. Те люди, которые слепо отдались современным веяниям, Стив Джобс, например, нет там, ну и ряд других, у которых и деньги были и все, то есть у них только вот должно было лечение спасти. Однако оно не сработало. В чем дело? И они слепо шли, ну, лечат и лечат, вот должны вылечить. Будто нету никаких, так сказать, альтернативных направлений. И если они не могут лечить, не знают лечить, это не значит, что такого метода нет. Но в любом случае, человек, желая приобрести, опять-таки, духовность, свой уникальный личностный опыт, он ищет. Это его право. И никто не может лишить человека этого права искать не только свое собственное здоровье, но и самого себя. Потому что религия тоже, оказывается, столько направлений религии, да, а есть вообще там в джунглях Амазонки живут, люди живут, казалось бы, без религии они должны были бы не жить. Но они живут и процветают. то есть настолько все это многообразно, что надо самому разобраться во всем этом новообразии и принять для себя какое-то решение, вот именно приобрести свой уникальный опыт познания самого себя, чтобы стать зрелой, целостной личностью. Чтобы вы через свой опыт могли сказать, а вот это все-таки вот так вот. И я вот пользуюсь вот этим вот. И смотрите, процветаю. Я как раз своей жизнью демонстрирую это. Процветание и в физическом плане, и в материальном плане, и во всех остальных планах. Хотелось бы еще больше, но для этого надо работать. А что вы там говорите вот вот эти книги плохие, это вот плохое, всю эту народную медицину, древние все эти знания заплевали, затоптали, не хотим никак объяснять их, все это надо закрыть, вот что-то там новое это такое. А новое не работает, оно ушло в сторону. Зарабатывание денег банально и рассматривает вас только с позиции того, сколько вы можете дать при этом, не давая никаких гарантий. Люди, которые обращаются сюда, ищут себя, хотят объединиться по каким-то интересам, по каким-то допустим проблемам, и чтоб обменяться опытом, решить их в этом ничего плохого нет. Мир многообразен, многогранен. И упираться только в одно что-то, которое может по своей природе быть ложным, неразумным. То есть каждому надо приобрести свой уникальный личностный опыт. Для этого обратиться и в современную медицину, и в народную медицину, и к опыту других людей, которые все это дело прошли, послушать их, что они там говорят, что можно у них взять, для того, чтобы использовать это для своего собственного личностного роста.